Библейский портал экзегет.ру представляет 28 глава первой книги царей, ну или царств, как она называется в традиционных переводах, я читаю свой для библейского портала экзегет. И вообще-то это история про национальное величие Израиля и про предателя царя Давида, который воюет на стороне филистимлин со своим народом Израилем. Мы привыкли по-другому думать, да, мы привыкли думать, что Давид — это гордость Израиля, конечно, конечно, основатель династии, но в какой-то момент он был коллаборационистом, в какой-то момент он стал предателем, он перебежал к филистимлинам, к врагам, которые постоянно с израильтянами воюют. И это описано в первой книге царей, чтобы обойти умолчанием. Ну, мало ли, какие там слабости, какие там ошибки совершал Давид. Это описано подробно и детально. Почему? Зачем? 28 глава в этом смысле самая трагическая. Приближается развязка. Смотрите, книга царей — это история царства сначала объединенного, потом оно уже в следующих книгах разделится на северное и южное, но сейчас это объединенное израильское царство. И вот все, что хорошо для этого царства, все, что его поддерживает, все, что его защищает, это все угодно Богу. Разве не так? Не так. Оказывается, что прав был предатель Давид, который перебежал на сторону филистимлин, а не вождь Саул, который повел свой народ на войну с этими самыми израильтянами. Почему? Как это может быть? Случилось в те дни, что филистимлине, собрав свои войска, пошли войной на Израиль. Ну вот нападают враги, да? Ахиш сказал Давиду, Ахиш — это царь города Гатт, одного из филистимских городов, у них там конфедерация, то есть равноправные города вместе. И вот вражеский полководец, вражеский военачальник говорит Давиду, знай точно, что ты пойдешь со мной на войну, ты и твои люди. То есть, естественно, воевают против своих, против израильтян. Давид ответил Ахишу, вот увидишь, что сделает раб твой. Ахиш обещал Давиду, я навсегда сделаю тебя своим телохранителем. Кстати, общая практика, что цари делают своими телохранителями иноземцев. Еще лучше вот таких изгоев. Почему? Потому что такой телохранитель предан только своему царю. Если царь сделает кого-то из своего народа телохранителем, у того там кум, сват, брат и так далее, да, и он всегда найдет интерес более важный для него, чем интерес царя. А чужак, который только царю обязан вообще тем, что он жив, конечно, будет всегда на стороне царя. И смотрите, Ахиш говорит Давиду, ты будешь самым моим ближним воином. Самуил тогда уже умер, это было раньше. Все израильтяне его плакали и похоронили в его родном городе Враме. А Саул изгнал из страны вражей и гадателей. То есть Саул поступил, в принципе, так, как и должен был поступить. Правильный царь, да, он избавился от колдовства, что, в общем, запрещено Моисеевым законом. А Давид неправильный, Давид на стороне врага. Как-то вот, да, неприятно такое читать, а что делать? Но все только разворачивается. Ферестимы не собрались вместе, выступили в поход и встали лагерем в Шунеме, а Саул и все израильтяне встали лагерем в Гилбоа. Ну, два места на географию. Мы немного обращаем внимание, потому что она мало что говорит. Увидел Саул в ферестимской лагере, устрашился, сердце его затрепетало. Вопросил Саул Господа, но не ответил ему Господь ни в сновидении, ни через Урим, ни через пророков. Урим некий священный предмет, видимо, жребий. С его помощью отвечали от Бога, да или нет. Да, вот как можно бросить жребий, так, чтобы не получить никакого ответа, не очень понятно. Но с Саулом это и случилось. Тогда Саул приказал слугам своим, «Разрешите для меня женщину, вызывающую духов, чтобы мне пойти и расспросить ее». Вот смотрите, Саул отвергнут Богом. Саул, который присвоил себе, мы об этом говорили, читая 10 главы, присвоил себе, в общем-то, священнические полномочия, которые сам принес жертву, которые не стал ждать пророка Самуила, который сам определяет, что ему делать, отвергнут Богом, но он по-прежнему вождь своего народа, он по-прежнему царь. И Саул не получает от Бога ответа, Бог от него отвернулся. Но ведь Бог не отвернулся от Израиля, и Саул пытается защитить свой народ, он хочет узнать, вот как ему вступать в сражение или нет, и что делать. И только поэтому он делает одно маленькое исключение. Вообще он изгнал из страны вражей и гадателей, но один раз-то можно, один раз-то не считается. Вот Бог мне не отвечает, я пойду вызову каких-нибудь духов, может быть, они мне ответят, что мне делать. Но это же из лучших чувств, он же не себе там что-то хочет, он хочет с врагами сразиться, ему нужна некая духовная поддержка. Можно бы это, казалось, простить? Посмотрим. Итак, тогда Саул приказал своим слугам, «Разыщите для меня женщину, вызывающую духов, чтобы мне пойти и расспросить ее». Его слуги ответили ему, «Есть одна женщина, вызывающая духов, тут, в Эндоре». Ну, официально всех изгнали, а на практике все, конечно, знают, где найти. Нелегальное пророчество. Саул снял царские одежды, надел другие, отправился туда с двумя спутниками. Они пришли к той женщине ночью, и Саул сказал, «Поворажи мне, вызови мне того, кого я скажу тебе». Женщина ответила ему, «Но ты знаешь, что сделал Саул, изгнав из страны вражей и гадателей? Что же ты ставишь за поднем, не на погибель? То есть я-то вызову, а потом меня и казнят за колдовство, наказывали смертью по Моисееву закону, поскольку это измена Богу». Тогда Саул поклялся и Господом, «Жив Господь не постигнет тебя за это кара». Ну, вот он еще ей не открыл, кто он, но обещает, что ничего плохого с ней не будет. Ну, она рискнула. Женщина спросила его, «Кого же мне вызвать тебя?» Он ответил, «Вызови мне Самуила». Самуил, который уже умер, который поддерживал Саула, который помазал его в царе, а потом принес ему весть о том, что Бог отвернулся от него. «Наверное, Самуил что-то скажет, наверное, Самуил как-то поможет». И тогда женщина увидела Самуила, то громко закричала. Она сказала Саула, «Зачем же ты обманул меня, ведь ты Саул?» Но царь отвечал, «Я не бойся, что ты видишь». Вот когда она видит Самуила, она понимает каким-то образом, почему она поняла это. Мы не очень об этом догадываемся. Вероятно, когда, собственно, он попросил его вызвать Самуила, она уже задумалась о том, кто это может хотеть встреча с Самуилом, с умершим пророком. И когда она его видит, то действительно к ней приходят некоторые знания. Смотрите, в этом есть некая ирония в повествовании. Вот Саул хочет получить особое знание. Для этого он скрывает свою идентичность. И женщина дает ему знание, но дает ему знание лишь о том, кто он такой. Он приходит неузнанным и становится узнанным. Но он так и не узнает, что с ним произойдет. Точнее сказать, вот того знания, которое он хотел бы получить, он не получит. «А зачем же ты обманул меня, ведь ты Саул?» Но царь отвечал, «Я не бойся, что ты видишь?» Женщина отвечала Саула, «Вижу божество, выходящее из земли». Он спросил ее, «Каков он с виду?» Она ответила, «Выходит старец, закутанный в длинный плащ». Так Саул понял, что это Сауил и пал лицом на землю, поклонившись. А вот здесь обычно задают читатели себе вопрос, что же это было? Смотрите, женщина некий посредник между миром умерших и миром живых. И Саул сам ничего не видит, только женщина вызывает духов. Так что же, что же, духи являются к ней по ее приказу, она вот прямо так хочет, Самуила пророка вызовет, хочет, я не знаю, там еще кого-нибудь из великих людей. Да, вот то, чем медиумы сегодня иногда занимаются, но сейчас уже, кажется, не очень популярны. А раньше там всякие гадания, там вызываем дух Наполеона, дух, я не знаю, там, Кутузова. Нечего больше делать, как после смерти являться ко всяким праздным любопытствующим и отвечать на дурацкие вопросы. Что это правда, что ли, Самуил выходит из земли? Или это ее фантазия? Или это некий нечистый дух, который является ей под видом Самуила? Мы не знаем. Но мы знаем совершенно одно, что колдовство запрещено, вероятно, ровно потому, что вот эти попытки обойти разговор с Богом, они хорошим не заканчиваются. Потому что, да, Господь может молчать, но человек, который пытается выторговать ответ у духовных сил каким-то иным образом, вот посмотрим, к чему придет. И спросил Самуила Саула, для чего ты тревожишь меня и вызываешь? Кстати, он не представился, так что был ли это на самом деле Самуил или некая фантазия или некий нечистый дух, мы не знаем. Саул ответил, тяжко мне очень, ферестимы не пошли на меня войной, Бог отвернулся от меня, не отвечает мне ни через пророков, ни в сновидениях. Вот и позвал я тебя, чтобы ты сказал мне, что мне делать. Ответил Самуил, что же ты спрашиваешь меня, если Господь отвернулся от тебя, стал тебе врагом? Поступил с тобой Господь, как и обещал через меня, вырвал Господь царство из твоих рук, отдал его ближнему твоему Давиду. За то, что не послушался ты повеления Господнего, не дал гнева его испепелить амаликитян. Интересно, что Самуил вспоминает только один эпизод, не когда Саул приносит жертвы вместо Самуила, а другой, когда Саул не уничтожает амаликитян, точнее уничтожает не все в их лагере, а кое-что берет с собой в качестве военной добычи. Казалось бы, что он тут плохого сделал? Ну, просто сохранил материальные ценности? Нет. Очевидно, что тем самым Саул приступил некоторую черту, он отказался исполнить то, что ему велел Господь. И вот этот Самуил, в кавычках ли, бес ли, мне кажется, скорее в кавычках, Самуил в кавычках, говорит, «Предаст Господь вместе с тобой и Израиль в руки Филистимлян, завтра и ты, и сыновья твои, будете со мной, и стан израильский предаст Господь в руки Филистимлян». То есть завтра вы все погибнете. Саул получает некоторый кусочек знания, которое, кстати, оказывается истинным, да? Но чем ему это помогает? Абсолютно ничем. Вот, собственно, информация, которую он так уже знал, Господь от себя отвернулся и передал царству Давиду, она подтверждается в этом видении. И могла быть эта фантазия этой женщины, да, могла быть, она просто могла знать эти вещи и, ну, пересказать от себя. Мог это быть нечистый дух? Мог, безусловно, потому что, ну что ж, такую информацию, наверное, духи разные имеют. Мог ли это быть Самуил? Да тоже, в принципе, мог, но я что-то сомневаюсь, что Самуил, ну, это вот такой, знаете ли, мальчик по доставке пиццы, который является по первому сигналу и исполняет заказ, да? А главное, что, хоть он и повторяет слова Самуила, но он не играет той роли, которую играл Самуил в жизни Саула, да? Да, даже когда Самуил с ним расстался, он все-таки о нем как-то скорбел, он все-таки, ну, имел к нему какое-то человеческое отношение. Этот Самуил, он действительно холодный и мертвый, он абсолютно никак Саула не сочувствует и ничего ему не говорит такого, что могло бы изменить ситуацию. А ведь роль пророка ровно в том, чтобы подсказать человеку, как все можно изменить к лучшему. Так что не похож на Самуила. Саул тут же рухнул всем телом на землю, так устрашили его слова Самуила, да и обессилил он, ведь он не ел весь день и всю ночь. Та женщина приблизилась к Саулу, увидела, как он напуган и сказала, «Раба твоя была послушна тебе, жизнь моя лежала у тебя на ладони». Кстати, интересно, как эта жизнь его лежала на ладони, то есть она могла его убить, с чего бы это, или выдать его, что он пришел к ней в поисках колдовства, наверное, скорее это. «Лежала у меня на ладони, но я послушала слов, которые ты сказал мне. Теперь, прошу, выслушай и ты, что скажет тебе раба твоя. Позволь дать тебе кусок хлеба, чтобы ты поел, вернулась к тебе силой, и тогда ты пойдешь дальше». Саул отказывался, говоря, что не станет есть, но его уговаривали его слуги вместе с той женщиной. Ее он послушался, поднялся с земли и сел на ложе. «У той женщины в доме был откормленный теленок, вот она спешно заколола его, а также взяла муки, замесила тесто и испекла пресных лепешек. Она поднесла угощение Саула, его слугам они поели, а потом поднялись и ушли той же ночью». То есть ролями они меняются. Эта женщина уже управляет царем, управляет его приближенными. Он отдал себя в ее руки, отдал свою духовную составляющую, свое доверие Самуилу, свое доверие Богу, отдал ей вместо Бога и Самуила. И теперь уже она им вертит, как хочет. И Саул, который пришел для того, чтобы получить некую важную для себя информацию, вместо этого лишился вообще последних знаков царского достоинства, сам их себя добровольно снял, но и по сути от них отказался. И чем такой царь может помочь своему народу? И вот оказывается, что патриотизм не главное, что желание выступить на войну с врагами — это еще не все то, что определяет облик Саула. И он скорее вредит своему народу тем, что он за него сражается, тем, что он хочет вести его за собой ровно, потому что он ведет его за собой не так, как надо. Что из этого получится, прочитаем в 29 и 30 главах.